Слава Украине! Привет всем от Полонского! Соединенные Штаты сегодня объявили о очередном пакете военной помощи, спасибо, это нужно и необходимо, на 400 миллионов долларов. Об этом объявил министр обороны Соединенных Штатов Америки Остин, который прибыл как раз в Киев, вел здесь переговоры. Ну, я так понимаю, что суть переговоров была поддержка Украины, скажем так, во всех возможных политических вариантах или перипетиях, которые возможны после 20 января в Соединенных Штатах. Ну, напоминаю, что выбор это у них вот сейчас, в ноябре, если я так не ошибаюсь, 5-го, да? Вот, а смена власти произойдет, то есть Байден передаст власть новоизбранному президенту 20 января. Вот, и, видимо, обсуждались вот эти вопросы. Вопросы также обсуждались возможного привлечения к боям северокорейских военнослужащих. Посмотрим, насколько это будет правдой. Пока что на фронте их не видели, там расисты по приколу вывесили северокорейский флаг, потом убрали. Ну, скажем так, вот подобные вещи можно делать только от глубокого отчаяния. Вывешивать флаг страны изгоя и что? Ну, такое, да? Вот, значит, по предыдущему пакету помощи 425 миллионов долларов я вам уже докладывал, а теперь по этому. Тут он немножечко отличается от того и как бы дополняет его, ну, довольно в значительной части. Смотрите, значит, что тут нам передают. Если в предыдущем пакете там был упор по бронетехнике, в основном на Хамбе, Хамбе это такой расходник, который у нас используется в хвост и гриву, их у нас много, говорят до 5000 сейчас. Ну, конечно, часть выбита уже, но их много. Да, значит, передали нам, сейчас, слава богу, уже не пишут сколько, и это правильно. Некоторое количество БТР М113. Ну, это самый основной БТР, который мы используем, гусеничный американский БТР, который использовался еще в Вьетнамской войне. Ну, скажем так, это такая железяка, которая очень надежная, очень хорошая, в принципе, никаких претензий к ней нет. На своем уровне работает, аж гай шумит. Дальше, снаряды для Хаймарсов. Это всегда нам нужно, Хаймарсы в работе 24-7, нужно. Следующие расходники, снаряды 155 мм и 105 мм натовские калибры пушки. Это то, что, кажется, доктор прописал, оно нам нужно, очень-очень-очень нужно. Дальше, минометы 60 мм, 81 мм и 120 мм американская минометная система и мины для этих систем. Слава Богу. Опять-таки, расходники идут противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и «АТ-4». И тот, и другой, как говорится, один выстрел, один российский танк, без вариантов. Вот, так что это чудесно, эти вещи нам постоянно нужны. Дальше, следующее, это спутниковая связь. Ну, тут старлинки, видимо, может, ну, в основном старлинки идут, еще какие-то, может, будут неуказанные, скажем так, вещи. Ограничимся тем, что это будет. Стрелковое оружие и боеприпасы для спецназа имеется в виду американское стрелковое оружие, ну, типа вот тех же карабинов М4, которые используются, и их прокси, которые используются в нашем, нашего спецназа. Очень хороший, очень маленький и очень удобный, очень удобный девайс, да. И логистическое обеспечение. Не указывается, что именно, возможно, это перевозка этого всего дела в Украину, возможно, еще что-то. Ну, вот такой вот. Такой пакет на 400 миллионов, довольно большой. Особенно, значит, приятно, что он идет вместе с пакетами от других стран. Там и Германия, и Франция подсуетилась. То есть, и Нидерланды, и Норвегия, и Швеция, и Финляндия. Так что пакеты эти военной помощи идут с различных сторон. И, скажем так, в настоящий момент, будем говорить, снабжение вооруженных сил Украины всегда хотелось, чтобы было лучше. Всегда бы хотелось бы. Но, по крайней мере, скажем так, вот прошли те кошмарные месяцы начала этого года, когда у нас, скажем так, был большой дефицит. Сами знаете, чего снарядов. Это прошло, это закончилось. Так что сейчас есть уже чем насыпать врагу.